Адресная социальная помощь – хорошая поддержка для многодетных и малообеспеченных семей. В Североказахстанской области в этом году ее получили более 23 тысяч человек. Это более полтора миллиарда тенге. Всего же выделено 2,3 миллиарда тенге. А уже в 2020 году будет изменен подход к выплатам адресной социальной помощи. С подробностями Айгири Муканова. Адресная социальная помощь – это ежемесячная выплата. С начала года в регионе ее получали больше 5 тысяч многодетных и малообеспеченных семей. Но, как оказалось, каждому пятому начисление делали незаконно. Эти люди умышленно скрывали свои доходы. Всем им придется вернуть бюджетные деньги. Пока это сделали только 70 североказахстанских семей. Чтобы внести прозрачность начисления АСП, в законодательстве будут изменения. Для многодетных семей предлагают ввести новое государственное пособие. Оно будет рассчитываться по количеству детей. В среднем на каждого ребенка хотят выделять по 10-11 тысяч тенге, независимо от дохода родителей. Порядка 60% детей, получающих адресную социальную помощь, это дети из многодетных семей. Поэтому на сегодняшний день, чтобы вывести многодетных семей в отдельную категорию, и исключить стереотип, что многодетная семья – это малоимущая семья. Для этого все трудоспособные члены семьи должны работать. Если будут сложности с трудоустройством, то государство поможет и в этом. Но если малообеспеченные откажутся, то и адресную социальную помощь они не смогут получать. Для выхода из трудной жизненной ситуации трудоспособным гражданам будет предоставляться возможность трудоустройства, обучения, получения грантов, кредитов и приобретения новой профессии. Также получение единовременной социальной помощи для разведения личного подсобного хозяйства, организации и развития предпринимательской деятельности. Также для малобеспеченных семей будет введен гарантированный социальный пакет. Для малышей – детское питание, гигиенические принадлежности. Для учеников – горячее питание, приобретение школьной одежды, канцелярских товаров, возмещение расходов за проезд. К слову, теперь выплата АСП будет зависеть от величины прожиточного минимума. Не республиканского, как это было раньше, а регионального. Агири Муканова, Желдузбек Ермуканов. Новости МТРК.